Хлеб – один из самых важных продуктов питания, потребляемых в современном мире, как говорится, хлеб всему голова. Самый простой рецепт хлеба содержит смесь муки и воды для производства теста, возможно с предварительной закваской, перед запеканием, обжаркой или приготовлением на пару. В результате этого процесса получается довольно универсальный продукт, который в настоящее время входит в рацион людей и не только по всему миру. Несмотря на свое значение в современной кухне, истоки хлеба по-прежнему в значительной степени неизвестны. Ранние находки хлеба на неолитических участках в Европе и Юго-Западной Азии связывают его изобретение с развитыми сельскохозяйственными сообществами, которые эксплуатировали домашние виды растений, по крайней мере, примерно с 9000-100 лет назад. Однако в Юго-Западной Азии, Ближний Восток, где дикие предки домашних культур, таких как пшеница и ячмень, встречаются в естественной среде, охотники и собиратели около 23000 лет назад уже производили муку из диких трав. А некоторые ученые утверждают, что изобретение пивоварения, крупяной каши и пресного хлеба могло произойти уже в конце позднего палеолита, во времена натуфийской культуры 14,6-11,7 тысяч лет назад. Тем не менее, прямых данных о потреблении пищи на основе зерновых культур до появления сельского хозяйства не сообщалось в предыдущих работах. Археологический участок охотников и собирателей Шубайка-1, о котором пойдет речь, расположен на северо-востоке Иордании в районе известном как Черная пустыня со слоями возрастом от 14,6 до 11,6 тысяч лет, что вписывается во временные рамки натуфийской культуры. Участок был обнаружен и частично раскопан в 90-х годах прошлого века, а дальнейшие раскопки продолжались уже с 2012 по 2015 годы. Наряду с Вадей-Эль-Мугара или Нахаль-Миарот в Израиле Участок Шубайка-1 в Иордании представляет собой старейший участок натуфийской культуры из найденных на данный момент. Участок состоит из двух хорошо сохранившихся, наложенных друг на друга зданий, построенных из местного базальта. Эта структура включает исключительно натуфийские отложения, богатые находками как обломков самих зданий, так и каменных инструментов, а также останков животных и растений. Архиоботанические исследования в Шубайка-1 до сих пор были сосредоточены на содержании двух каминов тандырного типа, построенных последовательно в центре структуры. Самый старый камин – это крупная круглая структура из плоских базальтовых камней приблизительно одного метра в диаметре. Содержимое камина оставалось нетронутым после его последнего использования и впоследствии было захоронено под толстым слоем, покрывавшим здание приблизительно в полметра. На следующей стадии заселения жители построили новый камин над предыдущим почти в том же месте, очень похожий по размеру и форме, используя угловые базальтовые валуны. Содержимое этого камина также сохранилось. Радиоуглеродные датировки обугленных растений из каминов указывают на их использование около 14,4-14,2 тыс. лет назад, что соответствует начальному периоду натуфийской культуры. Систематическая выборка и анализ содержимого каминов выявили необычайный архиоботанический набор, в котором насчитывается более 65 тыс. хорошо сохранившихся недревесных растительных макроостатков, принадлежащих по меньшей мере 95 таксонам. Из них клубника-мыш сизый из рода многолетних трав семейства осоковые был наиболее распространён и составлял около 50 тыс. фрагментов. Другие растения, сохранившиеся в каминах, включали рожь, просообыкновенная, щетинник, крестоцветные или капустные, пожитник и острогал из семейства бобовых, а также дикую пшеницу, однозернянку и урарту, ячмень дикий и овёс. В дополнение к этому сборка состояла из 642 макроскопических более 2 мм кусков обугленных останков пищи. Обычно анализ пищи не носит систематического характера, однако эти останки сохраняются на археологических объектах и предоставляют эмпирические данные о доисторической селекции, а также подготовке и потреблении продуктов питания, которые в противном случае было бы очень сложно охарактеризовать. В этом исследовании учёные предоставили результаты анализов двадцати четырёх пищевых фрагментов, классифицированных как хлебные изделия. Идентификация на основе останков зерна на археологических объектах довольно неоднозначна. Поэтому учёные использовали аналитический и экспериментальный подход к исследованию производственных признаков древних хлебных изделий, теста и каши. Анализ основан на наблюдении за тестом в различных условиях. После замешивания теста развиваются газовые ячейки от одной сотой до одной десятой миллиметров. Формирование теста изменяет структуры газовых ячеек, заставляя маленькие пузырьки воздуха сталкиваться и объединяться в большие. Если это тесто непосредственно обуглено, оно демонстрирует полую матрицу с большими закрытыми пустотами 0,5-0,8 мм, покрывающую более 30% объёма. Наиболее резкое изменение микроструктуры теста происходит во время выпечки, когда газовые ячейки расширяются в открытую сеть пор и пустот. Если из теста приготовлены лепёшки, а затем обуглены, то матрица показывает небольшую долю мелких от 0,05 до 0,25 мм микропор, которые показывают 5-10% объёма образца. В современных хлебобулочных изделиях с использованием закваски образуются пустоты размером более 1 мм и обычно покрывают 40-70% объёма. Размер пустот в остатках из шубейки-1 в среднем составлял 0,15 мм и они присутствовали в 16% от объёма. Эти результаты согласуются с находками, которые идентифицированы как лепёшки из нескольких неолитических участков в Европе, Турции, а также в Древнем Риме. Также очень интересуют причины, по которым люди начали печь хлеб. Это может быть связано как с практическими, так и с символическими мотивами, как к примеру пиршество, которое связано с кооперацией в древних сообществах в разных уголках планеты. Также процессы связанные с приготовлением хлеба уменьшают количество вредных и трудно перевариваемых компонентов, а также усиливают вкус продукта. Что может произвести хорошее впечатление на гостей и обеспечить престиж хозяину. А если учесть, что лепёшки на участке в Иордании готовили незадолго до того, как покинуть его, можно предположить, что этот продукт использовали в качестве запасов, которые можно просто и долго хранить в сухом виде. При этом хлеб имеет небольшой вес, что немаловажно для его транспортировки. Однако сложность производства хлеба из диких злаков и небольшое количество находок в период с 23 до 11,5 тыс. лет назад поддерживают идею о символическом значении ранних хлебобулочных изделий в натуфийской культуре. Но в период с 11,5 до 9 тыс. лет назад использование зерновых значительно увеличивается. Это связано с одомашниванием зерновых культур и производством орудий труда для сельского хозяйства. А с 9 тыс. лет назад хлеб начинают использовать как ежедневный продукт. В результате в данном исследовании учёные приводят уверенные доказательства изготовления хлеба за 4000 лет до появления сельского хозяйства в Юго-Западной Азии. И натуфийские охотники и собиратели уже практиковали это. В целом исследования демонстрируют, что обугленные остатки пищи сохраняются в доисторических местах, а их анализ даёт подробную информацию о компонентах человеческой диеты и технологиях приготовления пищи, а также о периоде перехода от подножного корма к производству растительных продуктов. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!